МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ-программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Вся работа у нас сейчас строится на цифровых началах. В округе начался ямочный ремонт. На сегодняшний день мошенники реально увеличивают свои способности. Конечно, мы работаем, выявляем ряд таких преступлений. Сотрудники полиции еще раз напомнили о дистанционных мошенничествах. Мне кажется, когда человек слышит, Есенин был на Либеретской земле. У него все прям с дрога начинал от восторга. В картинной галереи состоялась презентация книги Аллы Карпенко «Обратный отсчет». Это количество точно нанесенных ударов. Кто больше нанес точных нанесенных ударов, тот и выиграл. Стартовали всероссийские соревнования по боксу. А теперь подробнее о всех событиях. В 20-й гимназии провели очередную встречу с жителями. Люберчане задавали вопросы заместителям главы округа, руководителям профильных подразделений администрации, представителям управляющих компаний и депутатам. Какие проблемы волнуют жителей, узнал Богдан Колесников. Только аварийный дом исключается с капитального ремонта. Официальное законодательство. В 2014 году он исключил. Официально нет. Ну как, документы там есть. Жители 6-го корпуса дома 375 по Октябрьскому проспекту больше 10 лет просят признать его аварийным. Дом построен в 1949 году. Инженерные коммуникации и деревянные перекрытия износились. Дому 75 лет делают капремонт. Решили забрать подписи жильцов и попробуют сделать независимую экспертизу. И тогда признают аварийным и может быть там что-то получится. Помощь семье мобилизованного, благоустройство дворов, восстановление декоративного ограждения у дома номер 18 по Южной улице, обустройство контейнерной площадки на улице электрификации. Вопросы у всех разные. Я пришла по социальному, как о ветеранах труда. Есть какая-то доплата или нет? Но мне все объяснили. Она позвонила начальнику туда, он ей говорил, она мне все объяснила. Ну в принципе я поняла. Быстро, с улыбкой на лице друг к другу. Обсудили на встрече благоустройство общественного пространства в поселке Жилино-1, опиловку аварийных деревьев, нанесение дорожной разметки, покраску бордюров и проведение 20 апреля общегородского субботника. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В рамках весеннего месячника благоустройства в Люберцах провели первый субботник. На уборку города во дворы и парки жители вышли ранним утром. Тему продолжит наш корреспондент. Пока коммунальщики проводят опиловку сухих веток, неравнодушные к родному городу жители собирают мусор и прошлогоднюю листву. Вооружившись граблями и метлами, десятки людей наводят порядок в сквере у железнодорожной станции Панки. Чтобы город был наш чище, чтобы убрать грязь после зимы. Мы делаем это для своих детей тоже в первую очередь. Здесь же детская площадка, здесь сквер, здесь гулять детишки. Поэтому это очень важно, я считаю. Это дело совести. Уборка территории. Посмотрите сейчас, какую чистоту наведем. А это сквер на Волковской улице. В прошлом году по просьбам жителей эту территорию благоустроили. Теперь люберчане постоянно поддерживают здесь чистоту. Собираем листву, грузим ее и увозим на свалку. С детства мы ходим на субботники, продолжаем прородиться. В рамках месячника благоустройства до конца апреля в городском округе Люберцы проведут еще три субботника. Общеобластной состоится 20 апреля. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы проводится ямочный ремонт дорог. Это плановая работа, которая стартует каждой весной и заканчивается до наступления летнего периода. Наша съемочная группа увидела, как ликвидируют выбоины на придомовых территориях. Ремонт ям стал одной из ключевых тем на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов. Особое внимание уделено придомовым участкам. На обслуживании АО «ЛГЖТ» находится 366 дворовых территорий. На данный момент мы находимся на адресе юбилейная 23, 24, 25. Здесь запланировано порядка 200 метров квадратных ямочного ремонта. Также по всему жилому фонду планируем выполнить работу не менее 8 тысяч квадратов. Такая работа проводится в округе повсеместно. В Люберцах завершилась оцифровка ям. На придомовых территориях их более 800. В первую очередь приводят в порядок аварийные участки. Вся работа у нас сейчас строится на цифровых началах. Сама яма непосредственно фотографируется, заносится в систему контроля качества. Соответственно, после этого выдается задание управляющей компании. По результатам выполнения работ также подгружается фотография выполнения. Ямочный ремонт во дворах будет продолжаться весь апрель и майские праздники. Затем уже ближе к лету в округе стартует капитальный ремонт дорог. В округе продолжается снос незаконных построек. Более десятка павильонов, киосков и капитальных объектов уже демонтировали в этом году. Основания – нарушения, выявленные при строительстве и эксплуатации объектов. Тему продолжит наш корреспондент. С октября прошлого года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями городских округов Подмосковья по поручению губернатора региона проводят работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг. Особое внимание уделяется территориям, которые располагаются вдоль магистралей. В рамках мониторинга территории городского округа Люберцы установлено, на транспортной улице напротив дома 1-1 возведён нестационарный объект площадью 420 квадратных метров. Разрешительной документации на установку и эксплуатацию у владельца нет. Есть нарушение требований безопасности дорожного движения, нет подвесных путей к этому объекту. Данный владелец не представил документов о соблюдении противопожарных норм, строительных норм и иных нормативных требований. Эту конструкцию возвели в прошлом году, но так и не привели в соответствие с требованиями действующего законодательства. Из-за отсутствия документов администрация Люберец в ноябре 2023 года выдала собственнику уведомление о необходимости демонтажа. Данное требование было не исполнено, и администрация на основании постановления сегодня производится демонтаж в принудительном порядке. Далее в адрес собственника будет направлено соответствующее уведомление о возмещении понесённых расходов. В случае неисполнения уведомления администрация обращается в суд. В ближайшее время в округе демонтируют ещё 13 незаконно возведённых торговых объектов. Три из них расположены на валютных магистралях. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко и Артём Морозов. Телеканал ЛРТ. В администрации городского округа прошло заседание Совета депутатов. На рассмотрении народных избранников было 9 вопросов, которые коснулись бюджета муниципалитета, передачи дорог в собственность округа, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов. Подробности далее. Первый вопрос в повестке заседания – исполнение бюджета городского округа Люберца за 2023 год. Его доходная часть составила 15 миллиардов 700 миллионов рублей, а расходная превысила 16,5 миллиардов. Проект исполнения главного финансового документа депутаты приняли единогласно. А доходную часть бюджета текущего года увеличили на 1 миллиард 149 миллионов рублей. Средства направят на реконструкцию ВЗУ и сети тепло- и водоснабжения, а также благоустройство, содержание и ремонт автомобильных дорог. Проведение спортивно-массово-культурно-оздоровительных мероприятий – 7 миллионов рублей, укрепление материально-технической базы учреждений спорта – 12 миллионов рублей, приобретение интерактивных панелей для объектов образования – 22 миллиона рублей. Единогласным решением народных избранников в муниципальную собственность принято 15 дорог местного значения. Их общая протяженность превысила 4 километра. Также депутаты утвердили положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы. Основные изменения коснулись установление порядка размещения сезонных элементов в устройстве, при нестационарном торговом объекте, общественном питании и определение методики расчета платы за размещение данных элементов. На заседании обсудили условия предоставления жилых помещений участникам СВО и жителям городского округа, которые стоят в социальной очереди. Этот проект по решению депутатов направлен на доработку. Сотрудники полиции еще раз напомнили о мерах безопасности при дистанционном мошенничестве. О самых популярных способах обмана с помощью мобильной связи и интернета рассказали начальник межмуниципального управления МВД России Люберецкой Евгений Романцев и начальник отдела по борьбе с мошенничеством Валерий Жуков. Подробности далее. Сегодняшний день мошенники реально увеличивают свои способности. Конечно, мы работаем, выявляем ряд таких преступлений, задерживаем этих мошенников. То есть это люди, которые поглотились в информационную технологию, которые покупают большие компьютерные программы для того, чтобы золотить нашими деньгами. Несмотря на все применяемые профилактические меры, дистанционное мошенничество остается одним из распространенных видов преступлений. Зачастую злоумышленники действуют по одному и тому же принципу. Они представляются работниками банка или сотрудниками полиции. Люди иногда бывают в сутки, берут по пять, по шесть кредитов. Ну, в общем, в каких банках одобрили, в тех и возьмут. Поэтому хотел бы, чтобы предупредить наперед. Естественно, сначала нужно позвонить близким знакомым. Это первое. Второе – обратиться незамедлительно в отдел полиции, дабы не допустить дальнейшего разбытия событий и не довести дело до преступления. В таких случаях полицейские настаивают, чтобы граждане не переводили деньги на неизвестные счета, не сообщали никому свои персональные данные и коды из СМС. Сейчас злоумышленники открыли новый метод мошенничества через портал Госуслуг. Убеждают о том, что злом Госуслуг граждане предоставляют свои пароли, СМС-ки поступающие и дневный телефон. А мошенники, которые вошли в личный кабинет потерпевшего, могут сами уже где-то оформить. Ну, то есть подать заявку на микрозайм, подать заявку в банк на получение какого-то кредита, займа и уже указывать сведения, куда нужно перевести деньги. Сотрудники полиции регулярно проводят акции, встречи с жителями и раздают листовки. Если вы столкнулись со злоумышленниками, немедленно обратитесь в полицию или позвоните по номеру 112. В Московском областном центре охраны материнства и детства работает отделение физиотерапии. Оно находится на базе второй детской поликлиники и оказывает широкий спектр медицинских услуг. Луиза Егязарян увидела, какие условия созданы для маленьких пациентов. Перпендикулярно подводим к животику, держим и также работаем с другой стопой. Под чётким руководством тренера и в заботливых руках мамы. Так проходит занятие по грудничковому плаванию в Московском областном центре охраны материнства и детства. Такие водные процедуры полезны абсолютно каждому ребёнку. Но здесь малыши, которым плавание нужно для улучшения здоровья. Ребёночек ещё пока самостоятельно не сидит, но он ползает, то самостоятельно пока не сидит. И вот чтобы физические мышцы укрепить, чтобы ребёнок мог уже самостоятельно сесть, назначили занятие в бассейне. Сегодня у нас второе занятие. Очень нам нравится. Бассейн никогда не пустует. Занятия проходят каждый день. Один урок по плаванию длится 30 минут. Начинается он с небольшой разминки. Затем мамы с малышами по команде инструктора делают различные упражнения. Используем у нас подручные средства. Это как круги. То есть для обучения равномесия, координации ребёночка. Для обучения я использую куклу. Для показательных моментов мамам, если, допустим, не понимают. То есть кукла – мой выручатель в данном случае. Оздоровительный бассейн – лишь часть структуры отделения физиотерапии. В него входит также соляная пещера, кабинет массажа, зал для ЛФК и палаты, где с помощью специальных приборов проводят тепло- и электролечение. Причин, по которым врач может направить маленьких пациентов в это отделение, множество. В основном патология простудного заболевания – это бронхи, бронхиальная астма, лор-патология, аденоидиты, невротические реакции, сейчас очень большой спектр, головные боли напряжения, нейроцеркуляторная дистанция, дети с повышенным помешанным давлением, ортопедическая патология, сколиозы, нарушения осанки, очень много, и плосковальгусные, так же, стопы. То есть спектр очень широкий. Мы обладаем большими возможностями отделения, проводим реабилитацию таких детей. В физиотерапевтическое отделение маленькие пациенты попадают по направлению педиатра или узких специалистов. Пройти здесь лечение могут не только прикрепленные ко второй поликлинике дети. К примеру, бассейн и галлотерапию посещают в том числе пациенты стационарного отделения. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В библиотеке имени Сергея Есенина для любрецкой молодежи провели интеллектуальную игру, посвященную Дню космонавтики. Школьники и студенты продемонстрировали свою эрудицию и смекалку. Как прошла викторина и кто из команд одержал победу, расскажем в сюжете. В День космонавтики вспоминают первый полет человека в космос и передовые достижения в освоении простора Вселенной. За звание лучших знатоков боролись четыре команды. В викторину организовали члены местного отделения партии «Единая Россия». Очень любим такие мероприятия. И тут вопрос не то, чтобы понять, кто лучше знает и кто хуже знает, а чтобы молодежь, отвечая на вопросы, у себя в голове откладывала ответы на эти вопросы и понимала всю ценность того, чего достигла наша наука. Игра состояла из трех разделов. Планета Земля, познаем Вселенную и отечественная космонавтика. Участников ждали 30 вопросов. Павел Леднев, капитан команды «МГЕР». В первом раунде вместе с товарищами набрали больше всех баллов. Я люблю всякие научные мероприятия и тому подобное, поэтому и сходил. Но, в принципе, мне здесь интересно, потому что я могу подумать, блеснуть знаниями и так далее. Все, что я люблю. В принципе, справляемся. Я верю в нас. По окончании второго раунда на первое место вышла команда «Молодежный парламент», опережая соперников на пять очков. За всю игру они заработали 21 балл и одержали победу. Много интересных вопросов, на которые даже я не мог ответить, хотя я учусь в техническом вузе. Стоит отдать должное, что очень правильно проводить такие квизы для будущего поколения. Для нашей команды занять первое место – это был очень упорный труд и тяжелый. Второе место заняла команда «МГЕР» на третьем «Гагаринцы». Победителям вручили грамоты, а также участники сделали тематические поделки своими руками. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал «ЛРТ». Праздник Ураза Байрам отметили мусульмане всей страны. Это традиционный и важный день в исламе, который наступает по окончанию священного месяца Рамадан. В парке культуры и отдыха Малаховки прошла праздничная молитва. Там работали мои коллеги. В течение всего священного месяца Рамадан мусульмане держали строжайший пост. В дневное время они не только отказывались от приема пищи, но и от воды. С наступлением праздника Ураза Байрам все запреты снимаются. В первую очередь день начинается с общей утренней молитвы, за которой следует короткая проповедь. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Человек, держащий пост целых 30 дней, не ел, не пил, не предавался развлечениям, выдержал все предписания Бога. И вот этот праздник показывает, что человек перешел на новый качественный уровень, на новую ступень. Во время Ураза Байрама, который длится три дня, верующие поздравляют друг друга с окончанием поста, подают милостыню, а также готовят праздничные блюда. Кроме этого, обязательным атрибутом праздника являются подарки – коран, религиозные предметы, посуда или сладости. На праздник принято собираться большим кругом родных, соседей и друзей. У нас в году два праздника. Мы планируем с родными собраться, отметить тоже в кругу родных, близких. Мы даем подарки, поздравляем всех. Праздник Ураза Байрама отмечается со времен пророка Мухаммеда. По религии именно в Рамадан мусульмане получили священное писание Коран. С тех пор этот месяц символизирует для верующих очищение. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Празднование 400-летия Люберец прошло, но город продолжает принимать подарки. В свет вышла еще одна книга, посвященная богатой истории Люберецкого края. Ее автор, почетный гражданин города, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алла Карпенко. На презентации издания и творческой встречи с бывшим руководителем библиотеки имени Есенина побывали мои коллеги. В картинной галерее особая творческая атмосфера. В одном месте и в одно время собрались деятели культуры и искусств, которые вносили и продолжают вносить вклад в развитие родного края. В центре внимания человек, который без преувеличения всю свою жизнь посвятил книгам. И сегодня Алла Карпенко презентует собственное второе по счету издание. Мы только отметили 400-летие города. И мне хотелось в тезисном виде немножко напомнить людям, чем же богат наш город, какая у него история. Конечно, далеко не все, но я рассчитывала все-таки на подростков, на ребят, чтобы они мало знают об этом, чтобы им легче воспринимался этот материал. Отдельное место в книге «Обратный отчет» занимает история библиотеки, в которой Алла Леонидовна проработала 40 лет. Автор с любовью называет ее «Моя Есенинка». После ухода на заслуженный отдых она не могла оторваться от любимой работы. И тогда решила о ней написать. Мне кажется, когда человек слышит, Есенин был на Либеретской земле. У него все прям с дрога, с сундувы, от восторга, от того, что это далеко не каждый город может похвалиться таким событием. И поэтому я немного рассказала, как он попал в наш город. А самое главное, рассказала о том, какую библиотека провела работу для того, чтобы получить имя Есенина. И мемориальную доску мы могли установить. Тоже благодаря тому, что очень большая работа была проведена и проводится. И я надеюсь, будет проводиться. В книге Аллы Карпенко более 200 фотографий, которые создают исторический портрет города. Кстати, на творческой встрече присутствовала живая легенда, чье имя вошло не только в историю Люберец, но и всей страны. 15-кратная рекордсменка мира по вертолетному спорту Инна Андреевна Капец. Луиса Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В 19-й раз в Люберцах провели отчетный концерт школы-студии «Геометрия успеха». Свои вокальные, хореографические и актерские способности артисты продемонстрировали на сцене Дворца культуры. За выступлениями участников наблюдали мои коллеги. А может, ночь не торопить, и все сначала повторить, на что сначала повторить, о, как мне быть. Для Даниила Бундуки сцена стала родной 7 лет назад. Он выступает как вокалист, а еще играет в спектаклях музыкального театра юного актера. С будущей профессией пока не определился, но свою жизнь точно свяжет с музыкой. Музыкальная школа была с 5 лет, но меня взяли с 4-х, меня пожалели. И также я продолжаю до сих пор заниматься, мне уже 13 лет. Меня научили петь правильно и петь в маску, самое главное, чтобы голос летал, звучал, звонко. И красиво. В дружной семье школы-студии «Геометрия успеха» более 20 вокалистов. На отчетном концерте они делятся опытом и узнают что-то новое, повышая профессиональное мастерство. Егор Артамонов недавно стал лауреатом первой степени международного фестиваля конкурса «Волшебный мир искусства». В студии эстрадного вокала занимается третий год. Сегодня он один из самых юных участников. Я даже, когда мне в детском саду делали прививки разные, я всегда медсестрам пел, чтобы не было ни страшно, и их развлекал. Научили не бояться сцены, научили, во-первых, намного лучше петь стал. И до этого у меня как-то с движениями получалось максимально плохо. Теперь я могу как-то симпровизировать на сцене, начать как-то подвигаться, как-то потанцевать. Над вокальным мастерством они кропотливо работают каждый день, а уверенно держаться на сцене и заряжать энергией зрительный зал их уже научили. Я получала удивительные эмоции. Зал тоже поддержал, аплодисменты были, тоже снимали меня. Мне очень понравилось, было живо, здорово, очень классные эмоции. Геометрия успеха – это как второй дом. Здесь меня обучают петь, танцевать, как правильно петь, как правильно открывать, раскрывать свой голос. Я уже планирую, я хочу стать певицей и актрисой. В 2014 году геометрия успеха стала лауреатом премии губернатора «Наша Подмосковья» в номинации «Шаг вперед». Руководитель студии Татьяна Матвеева достижением рада, но главное ее гордость – выпускники. Многие уже получили высшее образование, например, вокальное, вернулись в детскую музыкальную школу, где я сейчас директором работаю, уже педагогами. Для кого-то это просто хобби, они, например, в своем институте или в школе, они там становятся такими заметными людьми, потому что все-таки красивое пение – это и речь хорошая, чистая, это и владение звуком, и умение как-то выйти на публику. Поэтому вот, собственно, для этого и создавалась эта студия. Дворец «Спорта Триумф» вновь собирает спортсменов со всей Московской области. В городском округе Люберцы прошли областные соревнования по чирспорту. В них приняли участие почти 2000 спортсменов из 58 клубов. На конкурсе работала Анастасия Кладинова. Кричалки, прыжки, поддержки и трюки. «Резолют» вошел в число команд, которые представляли Люберцы. Коллективу всего пять лет, а его участницы уже неоднократно завоевывали титул чемпиона всероссийских соревнований. Милана Кондратьев была гимнасткой, но узнав про чирспорт, решила попробовать себя в этом направлении. В тот момент я занималась художественной гимнастикой и пришлось как бы выбирать что-то одно, и я все-таки выбрала череда. Мой коллектив очень дружный, я его люблю абсолютно за все. Мы друг друга поддерживаем в любых ситуациях, что бы ни случилось. Сейчас в коллективе занимается 46 детей, а 30 из них состоят в сборных Московской области и России. Во главе перспективной команды тренер Оксана Матвеева. На этих соревнованиях подготовила пять номеров в разных номинациях. Тренировки у нас проходят четыре раза в неделю, по три часа, это у основного состава. И на самом деле многие спрашивают, в чем ваш секрет стильной программы, но мы просто много трудимся и любим то, что делаем. Это весь секрет. Участницы выходили на площадку с групповыми и сольными номерами в категориях хип-хоп, джаз, станд и фристайл. Полина Сиротенко и Софья Ленева выступали в категории дуэтов. Они представляли команду «Лео Чир» из «Котельников». Мы выступаем с командой и двойкой. Мой любимый элемент, наверное, вы не поймете, но рандарт для «Акбланш». Мой любимый элемент – это типа флажок. Это когда вот такой вот элемент. Зрелищный вид спорта «Чирлидинг» объединил в себе элементы разных направлений – хореографии, художественной и спортивной гимнастики. Выступление каждого клуба длилось от одной до трех минут. А оценивали спортсменов 22 профессиональных судьи. Самое главное – это техническое исполнение. Также мы оцениваем работу хореографа. То есть у нас есть такой блок, как хореография, музыкальность, в то же время синхронность, ну и, естественно, общее впечатление. Самое главное – это техника. Помимо участников из Москвы и области присутствовали клубы из Иркутска, Твери, Волгограда, Владимира и Красноярска. Команды, занявшие призовые места, прошли в следующий этап всероссийские соревнования. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В преддверии дня космонавтики в Люберцах прошел традиционный детско-юнужеский турнир по быстрым шахматам «Кубок Гагарина». Соревнования проходили в течение двух дней и собрали более сотни спортсменов. За игрой юных гроссмейстеров наблюдали и мы. Этим ребятам едва исполнилось 10, но они уже мастерски играют в шахматы. Для них это не просто игра, а интеллектуальные соревнования, где успех зависит от способности просчитывать несколько ходов вперед. Мой дедушка научил играть в шахматы. Я занимаюсь шахматами с шести лет, уже четыре года. Мне они очень нравятся. Мне нравится продумывать разные стратегии и планы, как поставить мат. Поставить шах и мат в три хода не составит особого труда. Они научились просчитывать тактические варианты и действия соперника. Интеллект – это очень важное в жизни человека. И, по-моему, я думаю, что родители, которые задумываются над будущим своих детей, всегда отдадут ребёнка кружок шахмат. Тем более у нас здесь много есть секций шахмат в Люберцах. Занимается порядка, может, около где-то с 500 детей. Турнир по быстрым шахматам проводят в Люберцах более 10 лет. В этом году он собрал 140 участников из разных городских округов Подмосковья. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах завершились отборочные соревнования на первенство в Московской области по самбо. Свои навыки продемонстрировали спортсмены из Балашихи, Павловского Посада, Электростали, Орехово-Зуево и других муниципальных образований Востока Подмосковья. За поединками наблюдал Богдан Колесников. Атаку! Атаку смотную! Смотную! Обхватывай его! Вставай! Вставай! Атакуй! В отборочных соревнованиях приняли участие 116 спортсменов 11-12 лет. Люберцы представили 27 человек. Амир Хедиров, несмотря на травму ноги, не стал отступать от своей цели и вышел на борцовский ковер. Вчера на соревнованиях в Можайске на первенстве Московской области во время схватки мне делали бросок и прыгнули на колено. И в итоге я травмировался. Но у меня это не осунуло. Сегодня я приехал бороться на зону области. Хорошо отбирался, отлично. Показал результат. Хоть и с больной ногой. Большинство из этих ребят неоднократно доказывали свое мастерство и завоевывали призовые места на различных площадках. Сегодняшняя победа их поднимет еще на одну ступень. Я привлек этот спорт, что я хотел защититься, чтобы я мог дать отпор. Это было просто схватка. Но сейчас будет за выход в полуфинал. Настроена победа, потому что Люберцы – это территория самбо. Теперь люберецкий самбист сражается в новой схватке. Оба спортсмена выкладываются по полной. Но Никита Бугаков и здесь одержал уверенную победу. На достигнутом рано останавливаться. Впереди новые испытания. Сегодня у спортсменов всей восточной территории Московской области шанс отобраться на эти соревнования достаточно престижный для этого возраста. Люберцы всегда любят гостей, любят принимать областные соревнования статусные. Для нас это тоже возможность провести на своей земле при своих болельщиках. Финал первенства Московской области по самбо среди спортсменов 11-12 лет состоится 20 апреля. Его проведут в Люберцах во Дворце спорта «Триумф». Богдан Колесников, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. А во Дворце спорта «Триумф» проходят всероссийские соревнования среди юношей и девушек 13-14 лет по боксу общества «Спартак». Состязания продлятся 7 дней. На открытии работали мои коллеги. В соревнованиях принимали участие спортсмены из разных городов России. Савелий Царский приехал из Егорьевска. Он участвовал в боях с весовой категорией 66 килограммов. Это не первый турнир спортсмена. За два года провел 35 боев, в которых одержал 30 побед. Это очень эффективный вид спорта, красивый вид спорта. В этом боксе решает не только как ты подготовлен к бою, а твой характер, сила и все остальное. Бокс – это очень красивый вид спорта. Это искусство. Бой я оцениваю на 8 из 10. Я мог его выиграть. Картинник был опытнее меня. Все, что от меня требовалось – это просто провести красивый бой. Всего в соревнованиях примут участие 213 человек из 26 регионов. Бой состоит из трех раундов по полторы минуты каждый. В первый день соревнований спортсмены выступали в семи весовых категориях, а всего их 19. Победители выбирают по трем основным критериям. Это количество точно нанесенных ударов. Кто больше нанес точно нанесенных ударов, тот и выиграл. При каком-то небольшом равенстве вступают в силу еще два критерия. Это дух соперничества и технико-тактическая подготовка. Если по ударам ровненько, то уже кто техничнее, кто настойчивее, тот и побеждает. После семи дней отборочных соревнований победители пройдут в следующий этап первенства России. Финальные бои состоятся 11 и 14 апреля. На главной арене Дворца спорта «Триумф» провели чемпионат и первенство Московской области по тэквондо МФТ. В соревнованиях приняли участие 432 спортсмена, которые представили практически все городские округа Подмосковья. За поединками наблюдал Богдан Колесников. Соревнования открылись показательными выступлениями черных поясов, мастер-классом по силовому разбиванию досок и чествованием лучших спортсменов. Троим тэквондистам присвоили звание мастера спорта России. Очень приятно получить удостоверение и звание мастера спорта в такой торжественной обстановке на чемпионате Московской области, который проходит в моем родном городе Люберце. Я занимаюсь более 12 лет. Изначально это был приход в спортзал, чтобы попробовать, и со временем затянуло. Чемпионаты первенства проходили по трем дисциплинам. Туль – выполнение комбинаций атакующих и защитных движений, силы удара и массоги – состязание в поединке. Воспитание клюберецкого клуба тэквондо «Дангун» Усман Султан Мурадов занимается корейским боевым искусством пятый год. За его плечами более 10 победных поединков, но сегодняшний спарринг непростой. Ну, мне не очень понравился, потому что некоторые удары не получались. И я буду набираться больше опыта, чтобы потом лучше спарринговать на соревнованиях. Мне нравится тэквондо тем, что я становлюсь сильнее с каждой тренировкой и набираюсь опытом на каждом соревновании. Тэквондо привлекательное тем, что каждый может найти все, что для себя хочет. Кто-то для самообороны, кто-то для всестороннего физического развития, поскольку тэквондо именно МФТ охватывает все физические аспекты, все развивает все физические качества, также морально-волевые качества. Плюс тэквондо МФТ – это мощная здоровительная система. В Люберцах более 1600 человек занимаются тэквондо. Сильнейшие сегодня защитили честь округа на соревнованиях и завоевали призовые места во всех возрастных категориях. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, на нашем сайте. ЛРТ.ТВ До свидания.